Здравствуйте! Сегодня у нас пятница, 10 января 2020 года. 10 января 2020 года. Такое хорошее число. Сегодня я хочу сделать видео по просьбе зрительниц о том, как же мне делали операцию по восстановлению груди. Кто первый раз вдруг сойдет на канал, я хочу сказать, что в 2017 году мне была проведена операция по удалению левой груди, потому что в ней нашли канцерому, это рак груди. Мне невероятно повезло, потому что канцерома имела размер 9 мм, то есть она не превышала 1 см. И поэтому мне была убрана вся грудь, включая сосок. Почему убрали сосок? Потому что канцерома как раз за соском была. И так как грудь у меня не особо большая была, и у них есть как бы радиус удаления, чтобы болезнь дальше не пошла, не дала, там не остались какие-то клетки, вот эти раковые опухоли. То есть получилось, что у меня практически убрали всю грудь. Всю грудь, ставив огромный шрам. И когда я, конечно, это увидела, у меня это был шок, слезы. Ну я не то что хочу сказать, что я решила, что у меня жизнь пропала. Нет, у меня такого не было. Ну просто вот, ну как бы, я еще тогда подумала, ну и ладно, что уж все равно, как бы уже и не слишком молоденькая, и все остальное уже тоже не особо красивое. Ну так решила, что, ну слава богу, что жива. Я решила так, что я слава богу, что жива, и все, и ладно. Где-то полгода меня проверяли. После вот операции, где-то месяц, вам скажу, что вот это была самая болезненная операция. Когда вот мне именно удалили грудь, тогда, ну это просто адская боль была. Я помню, я даже дышать не могла. Вот это вот первые два месяца у меня левая рука не работала, потому что там вырезали эти, забыла, как они, железы, ой, забыла, как называется, забыла сейчас. В общем, ей задели нервные окончания, там и рука, то есть левая не работала. Ну, конечно, это страшно все это вспоминать. Но я помню, и тогда же вот мою грудь, вот этот удален, ее отправили на анализ, на состояние вот этой раковой опухоли. И я вот с ужасом ждала приговор, то есть химиотерапию, радиотерапию, ну там, что будут со мной делать, какая стадия рака у меня. И в общем, конечно, это очень страшно. И плюс вот это вот, то, что болело. Я помню, что я научилась спать на спине. Знаете, я никогда в жизни раньше не спала на спине, я всегда на боку спала. Но сейчас я умею спать на спине. И где-то через месяц меня вызвали к онкологу. Онколог мне сказала, что, значит, диаметр, ну, вот эта опухоль была меньше, чем 1 см, 9 мм. И поэтому, как бы она не успела дать ни метастаз, ничего. Ну, это как бы рак был в самом нулевой стадии, то есть он только-только появился. То есть Бог меня просто спас. Это, как вот это сказать, вот первая стадия рака у меня была. И она мне пожала руку и сказала, что при такой стадии не делается ни радиотерапия, ни химиотерапия. И мне только выписали гормонотерапию. Вот сейчас я гормонотерапию принимаю гормоны. То есть все это мне бесплатно было. Значит, после того, как у меня уже все шифры зажили и более-менее стало нормально, меня отправили в Жирону, в клинику полностью проверять. У меня вот этот КТ, наверное, да, это называется? Такой аппарат, такой круглый. Меня туда, как это вот, как какой-то, как цилиндр, туда меня вогнали. Там вот так все крутилось и гремело. 40 минут надо было лежать, не двигаться. Это мне проверяли кости на то, что там метастазы искали. Искали почему-то в костях, я не знаю. Ну, в общем, была проверка полностью всего тела на наличие вдруг каких-то очагов метастаз в другой части тела. Но, слава Богу, вообще нигде ничего никто не нашел. Так, это я просто рассказываю для тех, кто прошлое видео не смотрел. Так, дальше. В течение двух лет, каждые полгода мне делали анализы. Каждые полгода мне делали маммографию на здоровую грудь. И через два года уже меня вызвала онколог, и она сказала, что, ну, посмотрела все мои анализы, и она сказала, что если вы хотите, мы можем поставить вас на очередь на восстановление груди. Я согласилась. Значит, ну, это где-то было осенью. Меня назначили на февраль. На февраль месяц тогда, помню, восстановление груди. Но когда я стала проходить анализы, в общем, давайте анализы, у меня оказался очень сильно низкий гемоглобин, очень низкий гемоглобин, что с таким низким гемоглобином, ну, это как мало крови, и делать операцию, где будут потери крови. Конечно, мне, значит, выписали железо содержащие препараты. То есть я в течение двух месяцев где-то пила вот эти препараты. Потом мне сделали снова анализ крови, и анализ крови уже был нормальный. И мне назначили хирурга пластикового, пластического хирурга. И это где-то вот, ну, весной было, ну, не весной даже, как-то лето, что ли, уже было. Но я уже тогда начала работать, и, в общем, я с таким трудом нашла работу. И, в общем, таскаться по врачам в тот момент, когда, ну, мне же никто не платит, ни пенсию, ничего, у меня же денег-то нет, мне же надо работать. И я пришла туда, помню, в клинику, и сказала, а можно как-то это вот всё передвинуть на осень? Ну, потому что я говорю, ну, никак не могу, я, значит, туда, ну, наконец-то работу нашла. Говорю, ну, можно передвинуть это хотя бы на сентябрь или на октябрь месяц. И, значит, тогда там эти сидели в регистратуре женщины, они начали говорить на каталанском языке, ну, видимо, думая, что это тут и странфера, вот это и странка, что она не поймёт, ну, типа, 100%, что она не говорит на каталанском. Но я всё прекрасно поняла, о чём они стали говорить. Вот, типа, что, вот какая она, ну, немножко дурочка, ей назначили лучшего, значит, этого пластического хирурга, она от него отказывается из-за какой-то работы там, ну, всё такое. И, ну, меня переписали на другое, и вот дали мне женщину-хирурга. Типа, ну, вот так, дали выше, ну, не кинули, а дали мне эту бумажку, так сказали, что, типа, ну, раз хотите, получите вроде другого. Мне, кажется, неприятно стало. Не знаю, я потом шла и думала, может, я какую-то ошибку сделала, может, там, ну, конечно, ощущение страшное у меня было. Я думаю, блин, а работать-то всё равно надо. Ну, ушла и стала работать, не стала ни о чём не думать. Вот, и потом тот назначенный день, я не помню какой-то, то ли октябрь, то ли сентябрь, я не помню. Это 2017-й тогда был год. Нет, не 2017-й. Нет, сейчас болтаю. Вообще-то год назад было. Ну, да, год назад. Ну, в общем, я не записывала числа, я не помню. И, значит, она посмотрела, там всё посмотрела, и мне сказала, что ждите звонка, значит, мы вам назначим день. И вот тогда как раз день 2018 года, вот в феврале, мне тогда позвонили, назначили день. Ну, так как вот были низкие гемоглобин, я два месяца попила препарат, и уже в апреле где-то вот это назначили, уже вот операцию 2018 года. Когда меня положили в клинику, она мне, значит, ну, рассказала она мне, что, значит, это восстановление груди будет проходить в двух этапах. Два этапа. Так как у меня не осталось ни след, ну, ничего от груди, то есть ни соска, ничего, ну, в общем, плоско, ничего нету, то просто же ведь нельзя засунуть туда силикон, никак. Понимаете, что некуда. Место же должно быть, чтобы силикон куда-то засунуть, чтобы сделать. Ой, динамосико большое. Ой, динамосичко, мовненько. И хорошенький. Вот. И должно же быть как место, чтобы... И для этого, она сказала, у нас существует такая программа, программа, ну, как предвосстановление груди. Я не хирург, я не знаю, как это объяснить, я не помню. В общем, она так, если на пальцах объяснить, то берется такая вот в форме груди, как резиновая, ну, как груша, штура какая-то штука вот такая. И внутри в ней какое-то такое вещество, которое разбухает. И вот. Значит, мне сделали операцию, и как бы внедрили туда вот эту резиновую штуку. Внедрили ее сюда так и зашили. Ну, где-то целый месяц у меня потом так заживало. Было очень неприятно. Я помню, она, ну, такая была, как бы, плотная. Она мне мешала. Как бы при резком повороте, там что-то делаешь, резко вот так, ну, больновато было, как бы, спать тоже было неудобно. Вот. И она в чем заключалась, зачем ее туда поставили? Она должна была быть для растяжения кожи. А кожу же нельзя растянуть резко. Ее надо постепенно растягивать для того, чтобы потом создать карман, в который можно будет поставить силиконовый протез. Вот. И что мне делали? Не каждые две недели я приходила в больницу, и мне протыкали, ну, кожу, втыкали в этот, как, протез, что ли, в этот резиновый протез. И туда два таких шприца больших вкачивали туда какую-то жидкость. И там внутри, видимо, что-то какое-то прошло было, и вот он разбухал. Ну, то есть, как бы, получалось, что вот эта резиновая груша, она так, ну, нет, ну, постепенно она вот увеличивалась, и постепенно растягивала грудь. И она, врач, мне сказала, что мы будем, ну, просто, ну, смотреть, чтобы одинаковые были величины обе груди. И вот так. Все это заняло где-то полгода. Да, полгода. Мне вот каждые две недели я приходила, мне туда вкачивали, вкачивали. В один прекрасный день я пришла, и, знаете, я вот помню, что вот это вот ощущение, когда вот уже прошло три месяца, и как бы, ну, и у меня появилась грудь. Ну, то есть, я, помню, туда стала ходить. Мне не надо больше стало никакие протезы в лифчик вставлять. Я стала одевать купальник, я стала ходить на пляж, у меня такое ощущение вообще. Вот даже вот, хотя этот протез, он и не походил на эту грудь, он вообще на грудь не походил. Но он немножко как бы, ну, как бы выпуклость какую-то сделал. И то это уже стало для меня, ну, не знаю, это не могу вам объяснить. То есть, уже ты вот одеваешь лифчик, и ты уже не мучаешься, что у тебя протез может выпасть, что там это будет заметно или как-то. Я понимаю, что для окружающих никто ничего этого не видел. Естественно, никто не видел. Но я-то сама это видела. И, понимаете, человек, когда вот он сам вот себя начинает настраивать, и вот тот, что боится, и себя как-то, и неловко подвинуться. И очень, вот я когда плавала, очень боялась, вот то, что вот это все. Ну, вот так вот человек устроен. Сам себе напридумывается, как сам себе напридумывает, сам себе на это. Сам себя накажет, в общем, так получается. И вот последний раз, когда я уже пришла, и она такая посмотрела, ну, она так это смотрит, визуально посмотрела, она сказала мне, говорит, что все, хватит, мы закачивать больше не будем, потому что, ну, растянулась кожа до нужного размера, размера, то есть туда уже, ну, легко можно будет поставить имплант силиконовый. И я сама это видела, потому что, ну, как бы, вид у меня поменялся. Единственная разница была в том, что эта грудь была, ну, так как я рожавшаяся женщина, то есть у меня, как бы, и возраст, и она, конечно, у меня отвисла. И получалось, что здесь красивая, как бы, ну, грудь такая, как молодой, а эта вот, ну, повисла. И мне приходилось ее, как бы, вот так подливчик, ну, делать, так поднимать, вот эту вот лямку на максимум поднимать, ну, чтобы они хоть как-то это, ну, хоть эта грудь немножко под, ну, одинаково с этой была. Вот. Вот когда, наконец, уже, ее, кстати, у нее фамилия Жерона, я еще такая думаю, как же у врача, ну, на всякий случай. Ну, я такая позорная, надо на нее посмотреть. Ну, потому что у нее доктор Жерона все время написано, как ее зовут, надо на нее посмотреть. У меня же там написано, ну, ну, просто, знаете, вот это вот там как-то про нее плохо отозвались на ресепции, там как-то я, ну, немножко нервничала, думаю, может, что-то неправильно сделала. Ну, вот я сейчас вам скажу, что нет, она такая вообще очень такая заботливая, вот какая-то вот, она все объясняла, каждый шаг вот так. Обычно врачи здесь, знаете, в Испании, врачи вообще ничего не объясняют, что они делают там как-то, ну, вообще, как люди, видимо, тупыми считают, что они ничего не понимают. И вот, я же тут, конечно же, нервничала, и она мне все вот пошагово объясняла, что вот сейчас мы вот этот вот как-то, ну, я протез по-русски скажу, вот мы вот этот резиновый протез вставим, он там растянет грудь, растянет, ну, это место, кожу, мы туда вставим этот силиконовый вот уже протез и переделываем эту грудь, как бы, ну, чтобы они были максимум одинаковы. Ничего это, конечно, я в голове не представляла, ничего не знала вообще, что будет, ну, страшно, конечно, было. Вот, и вот недавно я вам показывала видео, как меня положили снова в клинику, в колее, и мне сделали, ну, то есть, восстановление полностью. То есть, сюда мне поставили силиконовый протез, вот. А эту грудь, ее, ну, то есть, ее подкорректировали. То есть, вот здесь вот у меня такой большой шрам, вот такой большой шрам, и ее просто чуть-чуть отрезали вот так, подшили и сосок немножко вверх сделали, и тут подшили. И теперь у меня, как грудь, получается, на одном уровне нормально. Конечно, она, ну, вот эта вот грудь левая, она, конечно, не выглядит, как, ну, нормально, естественно, грудь, ну, конечно, тут шрам такой, и нет соска. Что бы делать сосок? Ну, сосок, это как бы, я думаю, что это уже эстетическая операция. И, скорее всего, ее, наверное, надо платно делать. Ну, я так думаю, раз она мне ничего не говорит, я думаю, что, видимо, ее надо делать платно. Но оно мне, собственно, не надо. Потому что, знаете, как это ужасно делается? Это значит, от попы у меня отрежут часть, части там, ну, так, муся, отрежут часть, чтобы здесь сделать сосок. Ну, то есть, это опять, значит, у меня, опять у меня будет наркоз. Опять, значит, у меня тут что-то будут пришивать. Это от попы отрежут, но попе будет болеть. Ну, да нафиг это надо. Ну, в общем, мне, люди, вообще это не надо. Я понимаю, если бы я там, мне 30 лет бы было, и как-то я там, либо моложе, и, ну, мне как-то вот, ну, я это такое делать не буду. Мне не надо это. У меня достаточно того, что я, как бы, могу теперь ходить на пляж, могу теперь ходить в бассейн, в обыкновенном купальнике. У меня теперь, как сказать, как у молодой грудь. То есть, я даже уже купальник померила и сплошной померила. У меня все это невероятно красиво выглядит. И в конце я вам тут сейчас покажу. Ну, ну, я видео сняла, значит, вы там, ну, не осуждайте меня, пожалуйста, то, что я вам сейчас покажу. И не относитесь к этому как к чему-то там, ну, не паранграфию. Я просто это хочу показать женщинам, то, что мне женщины написали, которые, ну, которых это ждет. Чтобы они, ну, увидели, что, в общем, что это не конец жизни, и что вообще вот эта вот пластическая хирургия, ну, она просто делает чудеса. Вот я вот сейчас, вот, когда на себя в зеркале смотрю, вот это разделяю, я все время думаю, что это просто чудеса. Ну, в моем понимании так. Ну, ладно, до свидания. Сейчас я прикреплю сюда кусочек видео. А вы мне пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои мнения, там все. Можете поделиться своей историей, мы ее обсудим. Можете написать какой-то вопрос, может, свою историю. И хотите, я ее могу также обсудить на видео. Так, мне это все очень нравится, безумно. Поэтому большое спасибо вам всем. В общем, кого будет это сильно шокировать, не смотрите. Ну, это я просто показываю для... Ну, я стесняюсь, конечно, но это надо показать, потому что, а как еще иначе показать? Вот так, смотрите. У меня вот здесь полностью грудь была ампутирована. То есть, как бы это вот так показывать. Полностью она была ампутирована, то есть, ничего не было. Вот сейчас, смотрите, вот у меня здесь есть грудь. Вот есть ложбинка, видите, прямо вот ложбинка есть. Вот так вот, если сделать, видно, что есть грудь. Значит, эту грудь мне еще очень больно задевать, ну, потому что она вся изрезана. Почему эту грудь изрезали? Ну, потому что я женщина рожавшая и кормившая. И, естественно, женщины... Это я для женщин рассказываю, у которых грудь испортилась после родов, после кормления. И вот нынешняя пластика, она просто, ну, фантастические вещи делает. То есть, вот, ну, она у меня отвисла вот так, ну, где-то досюда отвисла. Сосок был на уровне вот где-то вот здесь. Вот здесь сосок был. Значит, как ее сделали? Вот ее вот так, видимо, отрезали. Ну, это я так думаю. И вот так вот собрали и подшили. Потому что здесь вот такой шов. Вот такой шов. И, естественно, сосок, он переместился сюда. И его вот подшили сюда. То есть, сосок тоже вот так подшит. Трогать мне очень больно, потому что здесь у меня шов, здесь шов. В общем, конечно, все это болит. Ну, приготовьтесь, женщины, к тому, что, конечно, это все очень болит. Очень болит, но вот оно так красиво выглядит. И теперь я смогу ходить на пляж. Давайте вот так покажу. На пляж можно ходить все, в бассейн ходить. Ну, я раньше сильно комплексовала. В общем, меня не осуждайте. Я, ну, в красивом же белье я снимаюсь. Ну, это нужно для женщин. Понимаете, очень много женщин, которым ампутировали грудь. Которые уже решили, что у них жизнь кончилась. Что они будут бояться и нервничать. Я просто хочу показать, что вот, посмотрите. Вот оно. Как бы вот это поближе сделать. Вот. Грудь есть. Вот, видите, она вот. Есть у меня. Вот, видно. Ложбинку видно, видите, у груди. Вот так. Ну, посмотрите. Я опять прицеплю потом под этим видео. Опять прицеплю видео, когда груди вообще не было. В общем, не осуждайте меня, пожалуйста, что я такое сделала видео. И это видео сделано для женщин. Ну, поймите, что это горе. Ну, вот так, горе для женщины. Ну, ладно, вот я вот уже как бы, ну, 50 лет мне. А вот есть женщины, которым в 30 лет удаляют. Вы представляете, какой для них это вот. Это шок, это горе. Это ты себя ощущаешь вообще неполноценным человеком. Это вот. Я вот все время думаю, вот я уже как бы, ну, в возрасте так себя ощутила. А представьте, вот как девочки молодые. И вот я вам хочу сказать, что вот, ну, чтобы вы сильно не переживали, не расстраивались. Что нынешняя вот эта пластическая хирургия, она вообще, можно сказать, делает чудеса. Вот, и дальше я вам, ну, или раньше расскажу, или дальше, я не знаю, куда я вставлю тут отрывок, как вообще проходила и как прошла. И напоследок еще вам расскажу, что мне выписала врач. Вот это такое масло, роза мускетта называется. Это масло для того, чтобы его наносить на шрам. Шрам, чтобы шрам, ну, как бы, рассасывался, заживало. Ну, он у меня уже зажил. И чтобы вот он, как бы, рассасывался, чтобы он, ну, след не остался. В общем, действие очень хорошее. Я уже, значит, на себе испытала. Стоит всего 18 евро. Вот там в аптеке купила. Еще в аптеке мне вот эта врач сказала, что, который продавал аптекарша, фармацевт, она сказала, что вот эта роза мускетта вот можно так же, ну, под глаза мазать, ну, на ночь. Что, типа, хорошо это морщины это убирает. Ну, не знаю. Так что, я поверила, под глаза тоже иногда намазываю. Ну, а когда вечером на шрамы намазываю, вот это, накладываю эту, ну, это такое масло. Там масло внутри. Такое роза мускетта. Так что. Во-первых, ну, как бы, шов не так сильно тянет. И, ну, не знаю, нормально. Мне нравится. Ну, правда, это одежду, конечно, пачкает. Так что, как-то, поосторожнее. Ну, вот такая штучка вам. До свидания. Пишите комментарии. Большое спасибо за ваши комментарии. Задавайте вопросы. Может, на какую тему вам еще снимать видео. Я буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.